Всем привет! Вы снова я узнали? Я нахожусь в Москве, в самом большом в Европе общественном туалете. На самом деле это Москвариум московский, Океанариум. И это потрясающе, ребята, это все кубинки туалета, и они все чистые. Это что, рай? Нет, это туалет. Экскурсия еще не началась, а я уже не хочу отсюда выходить. Это самые гигантские красные и белые, и оранжевые рыбы, которых я когда-либо видела. А еще здесь есть водяная рекламная нить. Волшебство! Они у меня улыбаются? Жас! Привет! Ты обелился без зубов и не видишь этого? Тетя, ты электрический югарь. Похож на гнилой банан гигантских размеров. С 0 из 10 лет. А вот это уже масштабы, смотрите. И такие длинные коридоры, он гораздо больше, чем наш Океанариум. Это что-то, знаете, совмещенное наш Океанариум и наш зоопарк в Токариуме, который я очень люблю. Тут великолепно. Вот эти мне больше нравятся. Они кажутся более безопасными. Это песчаный угорь? Угорь, что с тобой? Угорь, выходи. Угорь, выходи играть. Что? Я все-таки больше люблю что-то пушистенькое. Это очень похоже, знаете, на что-то, что дружила с этой, из русалочки, суршу. Это какая-то панкуха. У нее похмелье, видимо, еще слишком рано, чтобы она веселилась. И вот эти тоже волосатые смешные существа. Это, наверное, какие-нибудь актинии, да? Я в этом не сильна, к сожалению. Кто тут нас рал? А это никто не нас рал. Это, наверное, морской огурец. Извини, морской огурец. Лежи, отдыхай. Снова пошли масштабы. Вода, вода. Водом. Вода. Какая огромная терепаха. Какая классная, огромная черепаха. И акула. И страшная рыба. Ой, мы рожи, конечно, у тебя милая. Сокол. Разлеглись. Рабочий день вообще уже давно. Они подлежат. Вот так вот. А еще жалуются пенсии маленькие. Зарплату задерживают. Ну, они прохлаждаются. Уважаемые производители косметики. Вот так должен выглядеть хороший хайлайтер. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот так он должен светить. Да. Именно вот так. В этих рыбинскалайтерах все в порядке. Что это? Рыба. Эстрады или Диор. Это какие-то пухники, которые передвигаются в стаи. У них очень серьезные лица. Вот. А желтый цвет, между прочим, очень модный в этом сезоне. Это очень модные рыбы. Рыба, не уплывайте. Ой, вот эти. Красота. Они как будто сделаны из винитала. Класс. Привет. Привет. Это кто? Это не кто? Сайта-ска есть, да? Тебе вы похудеете, милая, конечно. Ну, да ладно, кто я такая, чтобы тебе об этом говорить? У нас бодипозитив. Почему я здесь вихну? Ну, ребят. Я теперь просто сяду и буду заверцать. А вы будете сидеть со мной, потому что куда он еще делается? Видео-то еще не закончилось. Вы же должны узнать, где я поела. Ну, вот это ярчайший пример дрейпинга. Дрейпинга на все лицо и тело. Очень модный красный цвет, румян. Но это мило немножко переборщило. Чуть-чуть бы полегче, и было бы все в порядке. Ой, а вот эти, ну, чувакам кто-то сказал, что они слишком длинные носы, они пошли к хорошему пластическому хирургу, но что-то переборщили тоже это. Вот аквариум, где все немножко переборщили. Какие у тебя хорошие стрелки на глазах, милая. 10 из 10. А где твоя жена? Судя по твоим рогам, не дома. И у тебя тоже плохие новости. Ой, какая модная расцветка. У меня платье такое есть. Я надеюсь, оно не сшитое из шкуров этих рыб. Ну, опять все заграждено. Не убираются собаками, понимаешь? Даже, наверное, не океанами укрытся. Что? О, это морской борьбы. Извините. Она ведет слежку за кем-то и нет. Она пытается расправить плечи и стоять. И как будто она не обращает внимания на него. Такая, типа, стою одна, все дураки, а я стою одна в белом плаще, красивая, да? Кто это? Это муена золотая или банановая муена? Интересно, она пахнет бананами? О, оба, большое открытое пространство, откуда периодически выскакивают капель. И мне, честно говоря, страшновато, что они как обезьяны в южных странах украдут у меня это лес. Купим! И огромный чайный гриб. Это гриб поменьше. Как малогочайных грибов. Чайные грибы не модно, модно комбуча. Запомните это, пожалуйста. Ой, один из чайных грибов пытается вырваться наружу. Это очень крипово. Хм, как интересно. Это на втором этаже. То есть можно подняться наверх и посмотреть, что творится внизу. Но внизу пока я вижу только камни. Поэтому пойду-ка я пожалую вниз. Мне всегда нравились товарищи с рогом. Вот это, пожалуй, те самые единороди, которые все-таки существовали. Здесь могла бы быть ваша косатка. Но ее нет. Потому что у нее обед. Да мне везет. Там вдали плавает дельфин, но я не знаю, как к нему подойти. Блин. Я очень хочу найти тот самый вид на дельфинах. Это похоже на какой-то рейх 90-х. Видите, безумерзное веселье. Это японский краб-паук. Японский краб, но паук. Без него мы все кажутся друг. Мог бы себе япон плести. Нет, не могу свой. Он уже краб. Он тут. Он тонкий краб-паук. Медуза. 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 А это морской конек. Это не мусор. Это не просто партиленовый пакет. Это красавец морской конек. А вот его, баба Егора. И вошли. После того, как у меня родилась антиза, у меня глаза примерно вот такие же тоже все время. Такие типа... Че? Сколько я не спала? Пять лет? Почему я не спала пять лет, если у меня ребенку всего 10 месяцев? А? Ой, это что это? Ой, это что это? Игрища любовная. Какой ты похож на маленькую свинюшку, смешанную с полиэтиленовым пакетом и щупальцей осьминого. Вот так вот. Вот такой конкурс. Долго искала это что-то живое, а оно вот здесь. Это черное. Это рыба. Рыба-весельчак, наверное, ее зовут. Рыба-спринтер. Рыба, которая лежит в направлении своей мечты. У нее остроты глаза и рот. Интересно, жива? Ммм. Не гни, если ты жива. Пойдем, как мы дальше. У-у-у-у, пестрая нянта. Желтая стрела. Удивительно красивый змей. Как я хорош. Как мощные мои лапищи, которых у меня нет. Ру-у-у. Как бы, между прочим, это не кухры-бухры, а игла-аллигатор. Игла-аллигатор. Кто придумал тебе такое название? Мама? А как же долго я искала осьминога. Что? А что это? Вот он. Видите, осьминог. Что это? Это осьминога. Вот это вот пупырчатая субстанция. Вот. Посмотрим на морских звезд. Морские звезды, оказывается, не сушеные, а вполне себе мягонькие. И у них эти неприятные щупала. Осьминог. Ну. Ну, хоть улыбнись, черт возьми. Знаете, на что похожи? Когда вот очень долго заложен нос, а ты ходишь-ходишь неделю, а потом такая хрю-хрю и сплевываешь. Вот примерно так выглядит гигантский осьминог, который днем спит, а ночью выходит нахуй. Что на хрена он тут нужен, не очень понятно, ведь он... Ну, никто не видит. Ну, в общем, вот, насладитесь. А этих, кажется, уже кто-то съел, но они этого не заметили. Ребята, у меня для вас плохие новости. Или это эти, которые веганы и парноеды, вот. У нас все в порядке. Мы полноценно питаемся. Мы чувствуем себя великолепно. В этом аквариуме столько пыли, что если бы здесь была моя мама, она бы немедленно пропылесосила. Фу, сказала бы она. Совсем не соблюдаете правила гигиены. Антисанитария?